Здравствуйте! Это программа «Коммунальный детектив» с Анастасией Акаревой. Сегодня у меня в гостях генеральный директор Мурман-Облгаза Вячеслав Александрович Калганов. Вячеслав Александрович, здравствуйте! Добрый день! Мы с вами встретились после трагических случаев в Магнитогорске, в шахтах. Не побоюсь этого слова, конечно, мне кажется, вся страна была в шоке. Действительно, все. И в очередной раз мы подумали о безопасности. Газ – тема сложная, газ бывает опасным, если им пользоваться неправильно. Мы уже с вами встречались в этой студии, а сегодня я предложила пойти по другому пути. Я предложила нашим телезрителям, официальной группе телеканала «Артик ТВ» ВКонтакте, с вами написать интересующие вопросы и дала слово, что мы на них ответим в нашем эфире. Давайте, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы, заведем дело, так и назовем «безопасный газ». Или «опасный газ». Как считаете? Я считаю, газ безопасен. Приступим? Да. Я считаю первый вопрос от Федора. Требуем установить газоанализаторы с отсечкой подачи газа, когда нас перестанут убивать. То есть в такой форме был вопрос, когда нас перестают убивать. Давайте разберемся, что такое газоанализаторы. Это приборы, которые могут определить концентрацию газа в атмосфере, в воздухе. Если я не ошибаюсь, то как раз петербургские парламентарии уже выступали ранее с такой инициативой, а Госдума в прошлом году отклонила, не посчитав нужным. Вообще обсуждается на уровне страны эта тема? Насколько я знаю, что сейчас обсуждается эта законодательная инициатива об установке в обязательном порядке таких газоанализаторов, кроме того, что это не просто газоанализаторы, а это устройства, которые срабатывают и отключают подачу газа в газопроводы при обнаружении опасной концентрации. Они ставятся на дом? Ну, я хочу сказать, как со стороны специалистов, что установка газоанализатора вот такой с отсечкой на дом не решит проблему. Мы сами понимаем, что у нас в домах установлены пластиковые окна, железные двери, которые герметизируют квартиру, и выход газа в подъезд минимален. Поэтому я считаю, что вот эту проблему решит только установка таких приборов в каждой квартире. А людей можно обязать как-то их устанавливать, или это все добровольно? Дело в том, что сейчас это в добровольном порядке. Обязать, конечно, можно со стороны законодательства, просто я хочу сказать, что это дорогостоящие мероприятия. Так, если сам газоанализатор стоит от полутора тысяч, отсекатель этот стоит от полутора тысяч, и где-то монтаж всего этого оборудования обойдется от трех тысяч. Поэтому это достаточно дорогостоящие мероприятия. То есть 6 тысяч рублей каждый человек должен вложить? Да, да, да. Но сейчас вот законодательства, я немножко недоговорил, рассматриваются таким образом, что эти суммы будут платиться, ну как предполагается, будут платиться из фонда капитального ремонта. В том случае, когда дом выходит на капитальный ремонт, а уже строители собираются обязать, в обязательном порядке в новых домах устанавливать такую аппаратуру. А как быть старым домом? Ждать капитального ремонта, либо проявлять инициативу самим жильцам, собирать собрание и решать, в общем, решением собрания установку таких газоанализаторов. Но за свой счет. А какие еще современные приборы могут нас обезопасить? Я знаю, что есть специальные плиты, которые в случае того, если залили, например, конфорку, они выключаются. Да, это плиты, так называемые, с газ-контролем. Они, да, современные плиты, они сейчас во многих квартирах уже стоят. А вот действительно во многих или вот какой-то процент? Не могу сказать, какой-то процент. Но я думаю, что не более 50%. Но это панацея, это вот спасение такие плиты? Тоже не панацея. Тоже не панацея. Потому что ведь, так скажем, вот эти трагедии, да, которые случились за последние годы, они связаны не с неисправностью газового оборудования, они скорее связаны с человеческим фактором. Человеческий фактор связан в том числе и с тем, что самостоятельно отключают, подключают газовое оборудование без привлечения обученных специалистов. И из-за этого вот зачастую происходят эти ошибки и вот эти трагедии. То есть подключили где-то что-то не так, пошла утечка, все. Ведь сам хозяин и сам пользователь газового оборудования, он должен быть уверен, что у него газовое оборудование подключено верно и оно находится в исправном состоянии. А для этого, в общем-то, нужно как раз таки и техническое обслуживание этого газового оборудования. Вы отметили про окна, про двери, которые не дают газу выходить в подъезд, чтобы в подъезде можно было тоже его услышать. Вообще, я слышала, что мы все ставим окна и радуемся, что у нас современные хорошие стеклопакеты, а в итоге потом, если вдруг что-то происходит, урушатся стены, а не вылетают окна, как могло бы быть. Ну, я несколько бы не согласил, потому что это теоретический такой вывод, да, никем и ничем не подтвержденный никаким путями, да, ни опытным путем, ни исследовательским путем. Поэтому трудно судить, трудно судить. Идемте тогда дальше по вопросам. Пишет Татьяна. Возможно ли предоставить статистику по взрывам газа по Мурманской области за последние несколько лет, чтобы люди видели реальные цифры и могли их сопоставить? Ситуация с каждым годом ухудшается? Только вопрос. Ну, в принципе, статистику такую можно предъявить. За последние 10 лет я хочу сказать, сразу же хочу сказать, что она, обстановка не ухудшается. Она где-то находится на одном и том же уровне. За последние 10 лет серьезных инцидентов произошло около 12. То есть это хлопки газа. Четыре из них были серьезные. Три из них принесли жертвы. Мы знаем, это в 2014 году на Невского, в 2016 году это на Марата, в 2017 году это на Зеленый. И во всех случаях было проведено, в общем-то, следственными органами определенные действия. И, кроме того, при каждом таком случае в Ублгазе создается техническая комиссия для получения причины этого взрыва. И ни один из них не подтвердил неисправность газового оборудования. Везде, опять же, был человеческий фактор. Даже последний случай, который, ну, правда, он был предотвращен, это буквально в декабре 2018 года, это связанность с суицидом. То есть человек выгнал из квартиры свою сожительницу, там, своего собутыльника, сам повесился, газ открыл на всю квартиру. Но оперативные действия полиции, МЧС и аварийной газовой службы Мурманного газа, в общем-то, предотвратили хлопок газа. Вот так. А так это же происходит ежегодно. Ежегодно. Но я еще раз хочу сказать, что, в принципе, количество таких случаев не увеличивается. Ну, и, соответственно, мы теперь все боимся, кто наши соседи. А не захотят ли они уйти и взять с собой еще половину дома? Никто от этого не защищен, к сожалению. А что делать, если мы понимаем, что нас беспокоят соседи, они ведут не такой образ жизни, который мы считаем нормальным. Они выпивают, они могут забывать выключать газ. Вот как быть нам, людям? Ну, с законной точки зрения, да, я не поокладываю вопрос. Потому что, если человек, ваш сосед, нарушает санитарные нормы, ведет антиобщественный образ жизни, да, то есть органы, которые могут на это повлиять. Это полиция, это жилищная инспекция, это управляющая компания. И если вы обеспокоены, в общем-то, тем, чем занимается ваш сосед, то надо звонить во все колокола и обращаться в уполномоченные органы. А можем мы надеяться, что газ тоже им отключит? Если в данном случае нас привлекут соответствующие органы к этому процессу, то, конечно, по требованию их мы отключаем. Либо если возникает аварийная ситуация. Но самое главное, не стоит молчать. Если действительно боитесь, то лучше обратиться, пусть разбираются органы. Конечно, конечно. Тогда идем дальше по вопросам. Сергей. Работники газовой службы жалуются, что их не пускают в квартиры для проверки газового оборудования. Но они умалчивают, что после проверки, которая в основном сводится к мазанию мылом подводки, пользователь получает дополнительное начисление в квитанции за проверку газового оборудования. Наши граждане экономят, не пуская газовщиков в квартиры. Разве стоимость проверки не включена в стоимость оплачиваемого потребленного газа. Если нет, то большинство квартир так и останется недоступными. Для газовой службы. Вот такое мнение. Ну, хочу сказать следующее. Что да, до определенного времени обслуживание входило в стоимость газа. Но начиная с 2009 года законодательство по безопасности использования газа, по вообще газоснабжению, оно начало меняться. Почему оно начало меняться? Потому что сейчас цены на газ для населения устанавливает и регулирует государство. Услуги же по обслуживанию газового оборудования, по техническому обслуживанию, оно не подлежит регулированию. Поэтому государству, законодательству были разделены эти два направления. Сам газ и услуги. И они из стоимости газа выведены. Кроме того, что последние изменения законодательства развели услуги по обслуживанию общедомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Ну и хочу сказать, что несколько потребителей у нас лукавят по поводу того, что только мылом намылили. В том же законодательстве, четко, прямо в постановлении правительства, закреплен четкий перечень, минимальный перечень работ, которые должен произвести сотрудник при техническом обслуживании газового оборудования. А может быть тоже человеческий фактор, что сотрудник пришел и формально посмотрел? Ну от этого тоже никто не застрахован. Но многие из потребителей, наверное, замечают, что зачастую со слесарями приходит еще один человек, похожий на начальника. Это на самом деле и есть начальник, потому что постоянный производственный контроль осуществляется со стороны мастеров технического руководства. Как раз-таки они следят за качеством выполнения работы. А какой-то минимальный перечень вот этих услуг, которые должны оказаться? В основном это сводится к визуальному осмотру всего оборудования, которое находится внутри квартиры. Самих трубопроводов, сохранение лакокрасочного покрытия, вот это как раз-таки обмыливанием, либо приборным способом устанавливают герметичность соединений на газопроводах и на самом газовом оборудовании. Проверяется работоспособность всех кранов. Если же требуется небольшой ремонт, то слесарь это делает. То есть вскрывает, смазывает. Проверяется, правильно ли горит колонка, сама горелка. Опять же, если какие-то замечания есть, она чистится, опять же, слесарями. Проверяется вытяжная вентиляция. То есть ее работоспособность. Но кроме того, что в обязательном порядке наши сотрудники при техническом осмотре проводят дополнительный инструктаж по безопасности пользования газом БТУ. Вот такой перечень. А сталкиваетесь ли с тем, что открывают дверь и говорят, у меня новое все оборудование, все-то сзади, мне надо ничего проверять. Везде и всюду. Но это не значит то, что сотрудников не нужно допускать до оборудования. Опять же, я повторяю, что сотрудники должны убедиться в том, что газовое оборудование подключено правильно, и оно правильно работает. В противном случае можно трагедии не избежать. И счет за эту проверку какой приходят людям? В зависимости от того оборудования, которое стоит внутри квартиры, где-то от 600 до 800 рублей. Если не ошибаюсь, то сумма выросла, да? Ну, с инфляционными всеми процессами, конечно, она выросла. И хочу заверить наших пользователей, что эта сумма, в общем-то, рождена не из хотелок, да, и сверхприбыли, получения сверхприбыли Мурманоблгаза. Она, в общем-то, складывается из жизни. То есть этим сотрудникам нужно платить, в общем-то, заработную плату, да. Они должны обучаться с определенной периодичностью. Они должны, во всяком случае, даже доехать до потребителя на чем-то, да, на транспорте. Он тоже нам бесплатно не достается. И хочу сказать, что этот уровень для нас, для Мурманской области, он невысок. Он на самом низком... Ну, мы не загибали, еще раз говорю, там, для получения своей сверхприбыли. А по Северо-Западу сравнивали цены? Дороже, дешевле? Значит, по Северо-Западу сравнивали, да. У нас, получается, самая высокая расценка, да. Но я хочу сказать, что у нас все расценки в сравнении с Северо-Западом, все повыше. Но у нас стоимость других услуг, которые накладывают на этот процесс, свое, да, он тоже достаточно высок. И следующий вопрос. Что ж, зачитаем? У меня вообще проверили формально. Вот пишет нам девочка, а счет плюс 600. Вопрос, когда прекратятся эти поборы за формальный осмотр? Ну, в принципе, мы ответили. Я так понимаю, что осмотры будут только, ну, может быть, увеличиваться, да, еще больше? Ну, за последнее время законодательства все-таки изменения были произведены в законодательстве и ужесточены. Если раньше мы по квартирам ходили не реже одного раза в три года, да, но у нас было установлено раз в два года, то теперь мы ходим раз в год. И сами понимаете, что стоимость такой услуги тоже возрастает, потому что людям надо больше работать. Нам надо больше успевать. Мне кажется, тут сотрудникам уже нужно с тем, что у нас все трагедии из-за человеческого фактора быть еще немножко психологами. Еще посмотреть, насколько адекватно человек пользуется. Конечно. Мы очень часто сталкиваемся не просто с тем, что не пускают в квартиру, мы сталкиваемся с негативом. Зачастую сотрудники подвергаются оскорблениям. Так что так. Идем дальше. Какие мероприятия запланированы для обеспечения нашей безопасности? Будет ли, например, проводиться диагностика внутридомовых газовых сетей? Может быть запланирована установка газоулавливающего оборудования в подъездах, как сейчас делают в Санкт-Петербурге? Ну, уже я говорил, что законодательство ужесточено по поводу проверок. Мы теперь ходим один раз в год. По поводу диагностирования газового оборудования. Сегодня озадачены все управляющие компании по этому поводу. Практически все управляющие компании заключили договора на диагностирование газового оборудования. И составлены графики. Поэтому я так думаю, что в течение двух лет будет продиагностировано все оборудование, которое запланировано. А газоулавливающие оборудования, это и есть вот эти газоанализаторы, да? Да, это про них и разговор. Мы уже это обоговорили, что законодательно это пока не решено. Но по собственной инициативе пользователи могут установить такое газооборудование. Но в Момонской области есть оно у кого-то или нет? Сталкивались, не сталкивались? К сожалению, у нас нет данных о том, чтобы хоть в одной квартире стоял такой газоанализатор с отсекателем. Да, у юридических лиц бытового назначения, у них это в обязательном порядке требуется. Там стоят такие устройства. А на дома вы считаете, что вообще бесполезно, да? На дома почему бесполезно? Это тоже решает определенную проблему, потому что газопроводы проходят и в подъездах. Но ведь утечка того же газа может быть и по газопроводу, да? Поэтому исключать его тоже нельзя. Тоже нельзя. Но в домах у нас не стоит нигде? Нет. А и законодательно это никак не определено? Нет. А вообще-то дорогое удовольствие? Ну, я же уже озвучил, как... Ну, это вот для квартиры, а на дом. А в принципе ошибка не отличается. Единственное, что добавится к этому, так скажем, что вся аппаратура, которая установлена по дому, она собиралась еще в один определенный центр, да, и извещала ту же аварийную газовую службу, чтобы она прибыла на место и начала разбираться с существующей проблемой. Может, это наложит еще какой-то отпечаток. Ну, ведь это тоже дополнительная безопасность. Да. Кто с такой инициативой должен выйти, чтобы у нас появились такие газоанализаторы в домах? Ну, законодательные инициативы у нас, в общем-то, кто обладает? Это определенные комитеты, которым мы в этом заинтересованы, как в Государственном Доме, так и в наши депутаты. А вот после этих трагических случаев не общаются ли с вами, не входят с вами на связь наши законодатели? Может быть, поинтересоваться, что надо, как мы можем обеспечить? Мы постоянно это обсуждаем со многими специалистами, да, со многими депутатами, и с комитетами, и в том числе с комитетами по жилищной политике, и с Государственной жилищной инспекцией. Мы все время обсуждаем, усиливаем, все время будируются эти вопросы. Но к чему-то конкретному, а пока это не приводит к таким вот именно законодательным инициативам, серьезно. Ну, я же говорю, сейчас инициатива хотя бы дошла уже вроде как... До Госдумы. Да, у нас вроде есть информация о том, что эта инициатива уже обсуждается в Госдуме. Это как раз-таки тот вопрос будет, когда сверху будут спускать? Да. А снизу тоже, может быть, какую-то инициативу нужно проявлять, чтобы мы тоже начинали о себе думать в первую очередь? Ну, снизу еще раз говорю, если снизу думать, то только это за свой счет проявлять инициативу. Если активные жильцы в доме, да, они собирают собрание, решают установить то или иное оборудование. Следующий вопрос. Вообще газ даже не чувствуется, когда включен. Его разбавляют, что ли? Но здесь я думаю, что как раз-таки вопрос обратный. Ведь газ же не обладает свойствами, вот таким вот запахом. И добавляют вещества, чтобы он пах. В своем природном состоянии газ не обладает никаким запахом. И на заводах-производителях его специально одарируют, чтобы при утечке он слышался этот запах. Причем очень сильно. Когда газ горит, он и не должен пахнуть ничем. Потому что, я говорю, все его свойства, этот одорант, он выгорает. Если же вот вы почувствовали запах газа, значит, кроме того, что у вас горит горелка, у вас еще где-то и утечка еще. Идем дальше. Когда заменят газовое оборудование в муниципальных квартирах? Более 20 лет не было замены плит. Ждут беды Гаджиева? Ну, не по адресу, честно говоря, вопрос. Потому что такой вопрос надо отсылать в муниципалитеты, к руководству. Главам, да? Главам, да, администрации. Потому что это их. Они собственники этих жилых помещений. А Мурганоблгаз приходит в квартиру, понимает, что это муниципальная собственность. Говорит, что менять, а говорят, что это же собственность муниципальная. Вот, может, вы никакие не подаете данные тогда муниципалитет? Нет. В данном случае нет. Потому что, в принципе, сам пользователь будет заинтересован в том, чтобы завестить об этом муниципалитет. Потому что если мы обнаружим, что газовое оборудование не соответствует требованиям, да, и его необходимо прямо вот сейчас менять, да, либо мы выписываем предписание на замену этого оборудования, и оно не выполнено, то у нас есть предпосылки к тому, чтобы отключить газ. Тогда идем дальше. Проживаю в доме 78, проспект Ленина. Дом газифицирован. В моем подъезде проживает женщина, которая на протяжении многих лет собирает мусор на помойке и тащит в квартиру. На данный момент квартира находится в ужасном санитарном состоянии. Вонь, тараканы по всему подъезду. Квартиру никого не пускает. Проверка газового оборудования невозможная. Я разговаривала с инспектором, которая проходила с проверкой. Она сказала, что уже несколько лет пытаются попасть, но безуспешно. Председатель ТСЖ не принимает никаких мер, ссылаясь на то, что квартира в частной собственности и ничего нельзя сделать. Как поступить в такой ситуации? Считаю, что мы находимся в потенциальной опасности. Зная информацию о таких случаях, о таких случаях очень много, хочу сказать, что очень тяжелый вопрос. Очень тяжелый вопрос, особенно в том случае, если квартира в собственности. Если это муниципальная, то муниципалитред еще через суд может выселить такого жильца. С собственником несколько сложнее. Но, однако же, все равно есть законодательство, которое должно защищать права соседей. И в конечном итоге, мы уже немножко выше об этом говорили, надо звонить во все колокола, надо обращаться в управляющую компанию, надо обращаться в полицию, надо обращаться в жилищную инспекцию и так далее. Но здесь ТСЖ, я так понимаю, что не предпринимает председатель мир, ну вот как пишет жительница. Значит, обращаться надо в жилищную инспекцию, чтобы жилищная инспекция воздействовала на председателя того же ТСЖ. Но эти все разбирательства все равно, скорее всего, будут решаться только через суд. Никаким другим образом. Но в таких ситуациях можем говорить о том, что нужно отключать газ конкретно в таких квартирах? Да мы уверены, что мы должны отключать газ в таких квартирах. Но у нас нет законных оснований для того, чтобы попасть в эту квартиру. Просто. Если там возникнет аварийная ситуация, в данном случае, да. Тогда нам тот же МЧС посодействует для того, чтобы мы туда попали. Если мы обнаружим, что там действительно нарушение, да, правил пользования газом в быту, то оборудование будет, естественно, отключено. То есть вам не хватает полномочий для того, чтобы вам могли... Да, да. К сожалению, да. Действовать? Да. В этом направлении никаких новых законодательных инициатив? Ничего такого нет? Пока нет. Пока нет. И мы на протяжении многих лет поднимаем этот вопрос для того, чтобы облегчить законодательно попадание нас в такие квартиры. Но, к сожалению, пока нет такого инструмента. Одна проблема, когда действительно люди живут какой-то маргинальный образ жизни, да, ведут. Вторая проблема, с которой вот мне тоже звонили, говорят, что ленинградские плиты просто стоят у бабулечек, которым уже 80 за 80, и просто соседи тоже боятся, что вот такая вот бабушка, она может забыть, она может лечь спать, а плита действительно довольно старая и представляет опасность. Скажите, если человек одинокопроживающий, как здесь быть? Вот он не может сам себе, может быть, заменить плиту, установить новое современное оборудование. Нет какой-то меры социальной поддержки для того, чтобы в таких квартирах менять газовое оборудование на новое современное, улавливающее, останавливающее утечки? Может быть, и есть. Не готов ответить на такой вопрос. Этот вопрос может решить только социальные службы. При обращении социальных служб. У Мурмана Болгаза нет таких ни инструментов, ни полномочий, ни финансовых средств. Ну вот, к сожалению, мы пришли к тому, что действуем вот в ограниченных вот этих вот рамках законодательства и не можем ни шаг вперед, ни шаг назад. Да, к сожалению, да. Ну, возможно, сейчас после очередных взрывов что-то и будет меняться? Да, может быть, потому что, я же говорю, инициатива все-таки доходит до законодателя, вплоть до того, что звучит инициатива о создании газовой полиции. Не знаю, честно говоря, какими полномочиями она будет наделена. Так, может быть, это та самая полиция, которая сможет открыть двери в такие квартиры? Ну, не думаю, что газовая полиция сможет перешагнуть закон больше, чем полицейские представители УВД. Они в таких же рамках будут находиться. Вот о газовой полиции вообще ничего не слышала. Это чья инициатива? Тоже депутатов. Тоже депутатов. В Государственной Думе, да? Да. Вячеслав Александрович, на данный момент мы ответили на все вопросы, которые поступили в нашу редакцию. Я думаю, я смог удовлетворить все, что интересует наших пользователей. Спасибо, что приняли участие. Но когда будет решен вопрос с газоанализаторами, с газовой полицией, какие-то новые инициативы появятся, приглашаю вас к нам снова. Нет возражений. Спасибо. Всего доброго. Помните, что безопасность, она все-таки, наверное, в наших руках в первую очередь. Правильно? Да. Абсолютно верно. Это была программа «Коммунальный детектив». Оставайтесь на Артик ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова